Hallo zusammen, guten Tag, добрый день! Сегодня наш замечательный урок, урок по импровизации. Это моя идея, которую собрала все музыканты, конечно, об этом знают, но, может быть, не все пользуются так, как я этим пользуюсь. И сегодня я со своей замечательной коллегой Астрид Приэр, да, со своей ученицей, она давно берет у меня уроки, и она по главной профессии ювелир, она делает мне украшения тоже красивые, то есть скрипка для нее, очень такой важный инструмент. Она собирается с друзьями, с аккордеонистом, с гитаристом, с велочилистом, играют, музицируют, она зовет своего племянника, который на фортепиано играет, и вместе они просто наслаждаются домашним музицированием, да. И вот сегодня мы вам расскажем о нашем интересном эксперименте. Да-да, я вас приглашаю все это вместе делать. Итак, импровизация от Вивальди, от Моцарта. Что это такое? Это я выбрала и назвала так, это импровизация, которая, на мой взгляд, очень легко и очень мотивирует, импровизирует дома, с папой, с мамой, можно по открытым струнам, и можно, конечно, на основе наших любимых технических упражнений гаммы и арпеджио. Итак, вперед! Берем все инструменты и слушаем. Этот урок я иллюстрирую к первому модулю, третьему уроку моей онлайн-школы, просто скрипка, где мы все играем вместе. И вот известный бас-астенат, это ля-соль-фа-ми. Кто-то из ваших друзей или вы на скрипке записали на программу, или просто на айфон, вот этот бас, допустим, запишите его 10 раз, 20 раз, медленно, потом можете менять ритм. То есть, как вам понравится? Моя идея, когда вы изучаете гамму и арпеджио, вы тут же можете использовать эти нотки для ваших замечательных импровизаций. И все вы получили вот эту книжку в PDF как подарок. И именно здесь, в этой книжке, если вы ее распечатали, или можете заказать мне, у вас есть такие страницы. Значит, гамма, арпеджио, пример пьесы и свободное место для вашей импровизации. Наслаждаемся! Итак, ля-соль-фа-ми. Кузя тоже поможет мне, да? 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 Спасибо большое! И так, мы продолжаем следующую импровизацию, которую я назвала Вивальди. Как раз мы здесь вот с Астрид выступаем на дне Виольда Мур в Базале, который я организую регулярно. Вот в этом году должно было быть 16 мая, но, к сожалению, из-за наших ситуаций не состоится, но мы перенесли на осень. Итак, Вивальди гармонии. Почему я назвала Вивальди? Потому что это очень популярные секвенции. Многие композиторы пользуются этими секвенциями. И поверьте, если вы играете гамму, допустим, ля-минор, и тут же используете это, и на основе этого баса вам доставит огромное удовольствие, вы можете работать над пальцевой техникой, на легато, на стаккато, то есть используйте весь свой резерв. Но вам не нужны ноты, вы свободны, вы просто играете в вашей любимой гамму. Вивальди. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилась наша небольшая иллюстрация. Мы когда-нибудь готовились, сегодня Астрид пришла ко мне на урок, и я попросила её помочь мне для записи замечательного этого урока. Играем вместе. Если вы ещё пока не нашли друзей, которые могут вам саккомпанировать, или же по другим причинам, я предлагаю, давайте прям вместе со мной. Итак, я сделала вам небольшую запись с басом ля-соль-фа-ми. Вы начинаете играть гамму, ля-мино, можете в первую позицию. И как можно это сделать? То есть один вариант я вам немножко покажу, а потом вы сами это повторяете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь опробуйте сами. Здесь ритм вальса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Отлично! Теперь Домажор ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю! Мне очень понравилось с вами импровизировать. Надеюсь, сегодняшние идеи вас вдохновят на творчество. Удачи! 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 Удачи!